Привет, мы на канале Squat. Это видео посвящается всем любителям катания по снегу, горнолыжникам или сноубордистам, неважно. Видео про одежду Picture Organic, да, опять про эту одежду, но в этот раз мы немножко подробнее остановимся на некоторых технических моментах и, собственно, на мембранах, которые использует бренд. Так что, поехали. Итак, первое, что в этом году представил бренд Picture Organic, это новая мембрана. Мембрана по своим характеристикам сопоставима с Гортексом или с еще одной громкой новинкой прошлого, правда, сезона. Это мембрана от бренда North Face, Future Light. В общем, эти три мембраны примерно одного уровня. Это пористые мембраны. Если вы знаете, что такое мембраны пористые, отлично. Если нет, то чуть-чуть расскажу. Пористые мембраны – это некая пленка, в которой есть микроскопические отверстия, которые не позволяют каплям воды проникать внутрь. И, наоборот, влагу изнутри, из-под мембраны, то есть от вашего тела, они пропускают. То есть, если, например, посмотреть на такой тест, вот я накачиваю воду, точнее, воздух вниз этого сосуда, и через мембрану вы видите, как воздух выходит. То есть вода внутрь не попадает, а воздух изнутри проникает сквозь эти поры. Собственно, вот это как раз и есть мембрана Экспор, который представляет пикчер. Чем хороша мембрана пористая? Тем, что она лучше дышит. То есть, условно говоря, когда мы говорим «мембрана дышит», мы имеем в виду, сколько она выпаривает воды, но мембрана с порами, она еще и дышит. То есть, обычно, когда мы говорим про Гортекс, все говорят, что, о, да, в нем так комфортно, потому что действительно влага отводится, и многие согласны, что мембрана Гортекс, наверное, дышит лучше. Так вот, значит, что мы в этом году имеем? В этом году мы имеем одну куртку и одни штаны с мембраной Экспор. Штаны только в черном цвете. Куртка есть такая вот мышина серенькая и черненькая. То есть, что из себя это представляет? Это тонкая трехслойка. Все швы тут проклеены. Она действительно очень тонкая. Вот эта мембрана Экспор, про которую я сейчас говорю, она сама по себе очень тонкая. Она, по-моему, в два с половиной раза тоньше, чем мембрана Гортекс. То есть, она действительно очень тонкая, куртка легкая. Как мы говорим, это шкурка. Штаны тоже с такой же мембраной, тоже трехслойка, тоненькая. Все атрибуты для катания, все, конечно, естественно, у этих вещей есть. Это вот что касается вот новой мембраны. То есть, пока что эта разработка доступна только в одной серии. Это Экспедишн серия. Серия Экспедишн у Пиктер это серия одежды для катания в основном в горах. Ну, то бишь, фрирайд. Конкретно вот эта куртка даже обозначена вот таким логотипом Lab, лаборатория. Это означает то, что эта куртка, ну и вообще эти штаны, это разработка специально сделанная для, так скажем, тестирования новинки. То есть, ну, лаборатория, да, испытательная. Это концепт машины, концепт кары. Вот конкретно вот куртка и штаны. Модель называется Демейн, да, Демейн Джекет, Демейн Пент. Это одна из разработок Пиктер Органика, представленная в этом году. Следующая куртка тоже из серии Экспедишн и тоже Lab, лаборатория. Это тоже трехслойная курточка, тоже тонкая. Она, в принципе, немножко чем-то похожа на предыдущую. Но Пиктер Органик не был бы Пиктер Органиком, если бы не попытался сделать максимально экологическую куртку вообще в мире. То есть, что в этой куртке интересного? Это верхняя ткань, мембрана и то, что покрывает изнутри мембрану. Это все полиэстер, сделанный на основе биоресурсов. То есть, основным сырьем для этой ткани были отходы производства сахарного тростника. Из отходов сахарного тростника получается спирт. И путем ферментации получается, дальше он загустевает. И получаются гранулы, собственно, похожие на пластик, на полиэтилен такой. Ну, пластик, да. И из него потом, как обычный полиэстер, делаются нити и одежда. Ну, в общем, здесь, конечно же, не на 100% биоресурсы использованы. Это, ну, к сожалению, пока сейчас невозможно, потому что очень много брендов. Ну, практически уже все переходят на производство ткани с оглядкой на экологию. То есть, в этом случае только часть, ну, порядка 60% использована полиэстера на основе биоресурсов. И остальное – это просто переработанный полиэстер, то, что мы получаем из пластиковых бутылок. Ну, то есть, одним словом, вот эта белая куртка, именно эта модель называется она «Welcome Jacket». Это, собственно, модель уже несколько лет производится пикчером. Все лекалы сохранены такими же, но вот эта вся экологическая история присутствует. Дальше мы говорим про… А, и про мембрану. Мембрана здесь уже не такая, как в этой куртке. Это обычная мембрана, которую пикчер использовал до этого всегда, ну, и, собственно, использует во всей остальной коллекции. Это мембрана бесспоровая. То есть, вот, дальше показываю вам еще один тест. Здесь я накачиваю воздух. Воздух не проходит через мембрану снизу. Вода сверху тоже вниз не проходит. Как работает такая мембрана, она тот пар, который, ну, влага, да, изнутри скапливается у вас под курткой. Из-за того, что, получается, разница давлений снаружи, потому что снаружи у вас обычно температура минусовая, если мы про зимние катания говорим. Ну, в любом случае она ниже, чем внутри у вас под курткой, да, там под курткой у вас тепло, снаружи прохладно, разница давлений, вода выталкивается немножко в пар. Выталкивается наружу, и мембрана, которую вот я продемонстрировал, она работает, ну, как односторонняя губка. То есть, она просачивается сквозь мембрану и выводится наружу, испаряется уже с поверхности куртки. То есть, такие мембраны, чем интересны, их хорошо очень можно долго и много стирать, потому что пор в них нет, вы можете использовать, ну, лучше всего, конечно, использовать специальные моющие средства для мембран, Но, если для мембран с порами критично количество стирок, да, то есть, чем вы больше стираете куртку, ну, вообще одежду, тем больше забиваются поры. У тканей без пор такой проблемы нет, но она хуже дышит, да, то есть, так скажем, понятие дышит к такой мембране вообще может не применяться. И чуть-чуть вернусь к мембране экспор. Мембрана экспор – это нано-мембрана, как они называют ее. Там настолько мизерные вот эти поры, что достаточно крупные частицы стирающих стиральных порошков, там, каких-то стиральных средств, они не могут забиться в эти поры, и, собственно, в этом преимущество, как раз одно из преимуществ мембраны от Picture Organic. Ну, помимо того, что, конечно, тут присутствует естественная экологическая история, мембраны сделаны тоже из переработанного полиэстера. Так, ну, в общем, поехали дальше. Это мы закончили про лаб, лабораторию из серии Expedition. В серии Expedition вообще у всех курток отмечена на левом рукаве, да, вот таким значком. Expedition. Одна из интересных курток, которая находится в этой серии, модель называется, как она называется? Goods, Goods Jacket. Клевая куртка, хорошая куртка. Вот если вы видите, да, здесь такой двойной оттенок, но, смотрите, вот это, это не шов, это, как бы, ткань на ощупь разная, но вот это, это не шов, это ткань соткана одним полотном. В этом месте она более мягенькая такая и тоненькая, здесь она более толстая, такая на ощупь прям уже более жесткая. Для чего это сделано? Обычно, когда вы, там, носите, не знаю, рюкзак, что-то такое, где-то там цепляетесь плечами, да, вам нужно больше защиты, больше защиты от трения, от какого-то износа. А внизу куртка, в общем-то, ну, практически никак ни с чем не прикасается. Ребята, очень осторожно носите доски, не надо носить доску в руке и кантом тереть по куртке, это приведет к ее порче. Вот, а здесь получается, что куртка сделана одним полотном, причем половина ее более прочная и никаких швов вот этих вот здесь нету, это все одно полотно. Чем меньше швов, тем меньше будет протекать. Теперь про утеплитель, да, который используется вообще в разных моделях Питчер Органик. Thermal Dry System, Thermal Dry System, вот на некоторых куртках вы увидите такой значок, что это такое. На самом деле это тот же полиэстер, просто он такой интересный, как сказать, вязкий. Получается, что, как бы, между переплетенными вот этими волокнами вот этой панели задерживается воздух, да, то есть теплый воздух. Он задерживается, вам позвоночник лучше греет, в общем-то, ну, спина, да, обычно у людей такое проблемное место, поэтому хорошо, когда позвоночник как-то больше согревается. Поэтому вот эта вот ткань, специальная вставка вдоль позвоночника, она чуть больше держит тепло. При этом сама ткань, она достаточно хорошо выпаривает, будет помогать влаге выходить наружу. То есть она не будет задерживать влагу. И получается, что, опять же, со спины, спина обычно часто потеет больше там, чем какие-то другие части тела. То есть она лучше греет, лучше выводит влагу. И еще одна интересная штука. Именно вот в этой куртке, ну, там, по-моему, у каких-то женских моделей тоже такая есть. Чтобы лучше согревала холода, теплая панель, сделана вот здесь вот поверх куртки, да, то есть она у вас будет на плечах и чуть-чуть на груди. И панели с пухом. Синтетический пух называется Сарона от Дюпон. Это, ну, аналог птичьего пуха, очень легкий. И при этом он не впитывает влагу, сминается хорошо. Ну, это все будет больше, наверное, видно потом, дальше, на следующем нашем видео. А здесь, казалось бы, да, что где надо, чтобы потеплее было? Потеплее было где-то, ну, внутри, да, в теле куртки. Но здесь вот эта утепленная панель, она сделана поверху. То есть по физике, если вы знаете, да, что теплый воздух всегда идет вверх. Поэтому, когда вы эту куртку надеваете, у вас сверху получается такая преграда механическая от того, чтобы этот воздух выходил. И, соответственно, здесь у вас нету вот этой толстой подкладки, как сверху, но при этом тепло все равно держится внутри и не выходит вверх из-за того, что здесь есть вот эта преграда. Вот такая-то интересная куртка. Еще про ту технологию, которая используется, да, то есть подкладка у куртки, то есть, ну, грубо говоря, это двухслойная куртка, там, верхняя ткань с мембраной и подкладка. Подкладка называется Кулмакс. Кулмакс – это не просто полиэстер, это специального плетения полиэстер. Эта подкладка работает как термоизоляция. Ну, если сравнивать с обычным полиэстером, обычный полиэстер, конечно, не сохраняет тепло. Вот эта же подкладка сохраняет тепло достаточно серьезно, и поэтому даже двухслойная куртка от Пикчер Органик, которая, в общем-то, тонкая, она все-таки вот этот имеет хотя бы вот такой достаточно хорошо сохраняющую тепло подкладочку. Вот, кстати, сейчас посмотрим самую теплую куртку. Самая теплая куртка у нас для девушек. Для мужчин, к сожалению, Пикчер не делает теплых, очень теплых курток, но это связано с разными причинами, да, то есть это все-таки французский бренд, альпийский, там нет каких-то суровых сибирских морозов, поэтому они не делают такую же, например, аналогию для мужчин. Ну, по сути, это пуховик, но, опять же, пуховик это не с натуральным пухом, а вот с тем самым Дюпон Сарона. Вот здесь даже есть тестер на каждой куртке висит, что он из себя представляет. То есть это, собственно, тоже синтетическая подкладка, но примерно на 30% она состоит из кукурузы, да, то есть, опять же, на биоресурсах. То есть экологическая история всегда присутствует у Пикчера Органика. Полиэстер, который сверху у всей серии Экспедишн, да, у всей серии Экспедишн, мы сейчас про нее говорим, полиэстер сделан на 60 примерно процентов на основе биоресурсов. То есть остальные это просто переработанный полиэстер, то есть это именно фишка этой серии Экспедишн. То есть женская куртка, вот мы смотрим, здесь написано синтетический пух, то есть это пуховка, но из синтетического пуха, который прекрасно греет и не впитывает в себя влагу, поэтому спокойно можно ее использовать зимой. Очень теплая штука. Я думаю, что мы, может быть, как-нибудь уговорим Пикчер сделать специально для сибирских мужиков, мужиков суровых для морозов, там, в 25 градусов, что-нибудь такое аналогичное для мужчин. Но пока что, к сожалению, такого нет. Следующая у нас вот как раз курточка тоже женская. Что в ней у нас интересного? Это вот та же самая Thermal Dry System, как я показывал на мужской куртке. Но если там была специальная конструкция для сохранения тепла, то здесь такой нету вещи, но зато здесь вот этот Thermal Dry System, она просто по всей спине и еще переходит на поясницу, то есть отлично будет согревать девушкам. Ну, не только девушкам, это такая же используется и в других моделях. То есть если вы увидите вот такую конструкцию, то это специальная Thermal Dry System, которая позволяет сохранять тепло и лучше выводить влагу. То есть это, собственно, утеплитель. Так, мы закончили... А, нет, не закончили. Серии Expedition. В серии Expedition у нас есть еще такие великолепные комбинезоны. Комбинезоны прям супер популярная в России вещь. Если, например, сравнивать со всем миром, комбинезоны в основном заказывают Россия и Канада. То есть весь остальной мир на комбинезоны... Ну, так они, конечно, их продают, но никакого такого повышенного спроса нет. Вплоть доходит до того, что, например, вот этот цвет, такой яркий, да, очень красивый, как мы любим, он сделан специально для России, но, в общем-то, Канада тоже согласилась на такой цвет. Но в основном все количество сделано для России. То есть это женский комбинезончик. Есть мужской комбинезончик, он других цветов. Они тоже такие разные. Есть черные, такие темные, есть чуть поярче. Интересный момент. Например, женский комбинезон имеет небольшой утеплитель. То есть если между внешней тканью и подкладкой есть небольшой утеплитель, в мужском комбинезоне такого нет. То есть поэтому женский комбинезон немножко более теплый. Здесь тоже из-под кладки тот самый Кул Макс, который присутствует во многих моделях. есть внутри подтяжки, чтобы штаны не падали, да, ну так, не висели мешком вниз. Еще что есть у штанов, наверное, не только у штанов, но и у этого комбинезона в частности. Сейчас, где же это, где же это. У штанов, если мы берем какие-то обычные штаны, да, и у комбинезона есть система, которая подтягивает, вот за шнурочек вы тянете, и он подтягивает вверх штанину. Для чего это сделано? Для того, чтобы когда вы покатались, переодели свои огромные ботинки, на которых, с которых штаны держатся сверху, да, вы переоделись, например, в кроссовки или вообще в тапочки, чтобы ткань вот эта внизу не попадала под эту вашу, под ботинки, да, не пачкалась, вы просто берете из кармана, вытягиваете шнурок, подтягиваете, запихиваете обратно, и штанина у вас, ну, в общем-то, будет сверху, и вы не будете по лужам ее топтать, не будете на нее наступать. Это, кстати, давным-давно такую штуку придумали ребята из форума, точнее, какая у них, как у них одежда называлась, помните? Напишите, кто помнит, как одежда Форс Квер, по-моему, да, называлась? Они вот эту штуку, по-моему, первые придумали. Бомба-люк, бомба-люк. Пикчер позиционирует этот комбез как одежда для фрирайда. А бомба-люк – это что? Бомба-люк – это дыра, да, то есть дыра, во-первых, слабое место, расходится, может разойтись при каких-то там перегрузках, да, и, во-вторых, это дыра в мембране, через которую проходит влага, ветер и так далее. То есть, если вы катаетесь фрирайд, то конструкция без бомба-люка для, с точки зрения сухости, подходит лучше. Так, еще момент рассказываю. Практически все куртки, практически все куртки у Пикчера Органик имеют в своем кармане протирочку для маски, то есть вот на резиночке, ее можно отстегнуть, постирать. Такая вот штучка есть. В общем, про серию Экспедишн мы что-то достаточно много поговорили, да, там и про мембраны рассказали, чтобы не загружать вас дальше по времени, мы, наверное, сейчас прервемся, и в следующей части просто сделаем обзор на всю остальную коллекцию верхней одежды Пикчера Органик. Так что ждите второй части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова